Ребят, ну чего, приняли решение с оранжевой больше не пробовать, ну потому что, Анатолич говорит, может ещё раз не пойти, и тогда силы все вообще закончатся. Вы видели попытку, она очень серьёзная, и фактически, ну, понятно, что при желании Анатолич в ближайшее время закрыл, если бы было такое желание. Но мы уже, ребят, как бы намахались так, что желание-то уже у нас проходит всё. Поэтому Анатолич говорит, давай попробуем. Мы два раза новый красный закрывали по 12 раз. Первый раз 12 раз, второй раз 12 раз. Через бедро. У Анатолича получается это лучше всего. Наверное, лучше него никто не поднимает, потому что здесь подъём идёт через бисепс, наклонив корпус вперёд, дожимаешь. И опять через бисепс, наклонив ногу вперёд, дожимаешь. Вот оно бедро, но причём оно не бедро фактически, а сгиб, потому что через бедро будет тяжеловато. Нужно в самом тонком месте. Смотри, может тебе лямки мешать будут. Фактически с лямками Анатолича получается взять полностью. Ну что, на 12 раз посмотрим, сколько получится. Итак, красный РЭД 120 от Анатолича через бедро. Погнали! Давай, Анатолич, плотно стой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, девять, десять. Девять, девять с половиной. Ну что? Очень сложно. Расскажи, почему сложнее. Возьми тот и скажи, что он. Возьми 110. Сейчас вам Анатолич расскажет, тот, кто закрывает. Вы видели реальное, что человек закрывает? Ну, во-первых, ручки, все-таки, конечно, вот эти комфортнее. Вот. Ну и, соответственно, они тоньше. Они 35 мм, а это 43 мм. Ну, как бы, не знаю, этот сложнее закрывать. У него, получается, наверное, все-таки дуга больше. Ну, что, может быть, да, может быть, за счет длины. Он же, пога, ну-ка, рядом их поставь. Он же чуть подлиннее. Да. Видите, ребят, вот я навожу. Разница в длине, соответственно, и разница в дуге. Ну, и плюс ручки, вот они. А так? Девять и восемь, будем так считать. Ну, там десять, ребят. Там через камеру я видел десять. Но Анатолич видел по-другому. Он же с ним даже закрывал. Двенадцать раз. Вот этот, который 110. Причем это девять пятьдесят восемь пружина. Но и девять семьдесят пять тоже пошли на двенадцать раз. Спустя там несколько месяцев пришел твистер к нам новый. Поэтому, ну, двенадцать раз было тяжело повторить. Тем более мы начали все-таки через, не через бедро, а начали с резинок. И причем резинки-то были двадцать девять и четырнадцать. Очень тонкие. И сила, вы понимаете, быстро теряется. Думаю, у кого будет такой твистер, попробуйте. Может быть, покажете больше раз. Да, и лучше. Но, ребят, я скажу вам, через ногу. Да даже на раз нормально, на раз закрыть будет феноменальным результатом. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. А уж на разы. Присылайте видео, что это вот такой же точно копия. Проверить можно легко, можно на весах проверить его нагрузку. Итак, вот видите, Хаоинг, R-товарный знак. И здесь вот оно отсвечивает. Вот они, сто двадцать, а это с буковочкой R. От Александра Анатольевича. Специально для Стального Ухвата России занимайтесь.